Долгожданный матч в сердце столицы. На ледовом катке встретились две команды. Спортсмены Ненецкого округа и легенды хоккея провели товарищескую встречу на Красной площади. О том, как прошел турнир, расскажет моя коллега Наталья Дуркина. Семен Афанасьев встал на лед, когда ему было еще 12 лет. Тогда его брат взял с собой на игру. Взял с собой, мне понравилось. Играл. Потом была большая пауза, она связана с армией, с работой. Сейчас опять возобновил. Уже третий год играю. Ездим, участвуем в чемпионате ночной хоккейной лиги в Сочи. Все нравится, все получается. Будем продолжать. За всю свою спортивную карьеру Семен и представить не мог, что будет состязаться с легендарными хоккеистами. Однако, в 2022 год преподнес нашей команде сюрприз – товарищеский матч с именитыми спортсменами. Это вообще о таком даже мечтать не приходилось, но сбылось. Я думаю, что покажем себя хорошо. Перед выходом на лед – традиционное напутствие от тренера. Разбор стратегического плана игры. Затем – самый долгожданный момент. Встреча с легендами хоккея. Шайба на поле. Игра началась. На первых минутах тайма на льду развернулась настоящая битва. Команда от Нинецкого округа не уступала легендам хоккея. Однако те сумели прорвать оборону. И вот в наших воротах первая шайба. Бросок на пятак. И… Первый тайм продолжается. Нелегко нашим ребятам прорываться через оборону именитой команды. Благодаря сноровке и скорости шайба все же оказалась в воротах соперника. Бросок. Друзья и гости сравнивают. Трибуны ликуют. За сборную команду от Нинецкого округа пришли болеть наши земляки. Мы попросили обязательно быть здесь, посмотреть. И мы очень рады. Мне подсовывают атрибуты хоккеиста. В общем, мы очень рады быть здесь, потому что очень крутое мероприятие. Пристально наблюдал за игрой спортсменов из Нинецкого округа председатель совета легенд ночной хоккейной лиги Александр Якушев. Он достойное сопротивление, достойную игру показывает. Молодцы. Практически игра идет на равных, скорости одинаковые, что у одной, что у другой команды. И результативность тоже хорошая для такого матча. Молодцы ребята. 9-6. Матч завершился победой команды «Легенды хоккея». Ну, не хватало завершения. У ребят уже, конечно, когда играют против вратаря, который в 2000-х годах защищал сборную России на воротах, конечно, у ребят тряслись руки. Броски были неточные, можно так сказать, выше ворот. Ну и вратарь подтащил в них. Молодец. А так, в целом, игра прошла довольно-таки в ровной борьбе. Где-то даже наши ребята переигрывали соперника. Несмотря на то, что сборная Нинецкого округа проиграла в матче, противники «Легенды хоккея» оказались под впечатлением от игры наших спортсменов. Нет, нет, не поддавались. Площадка немножко, конечно, тут увеличенная. Вот, поэтому ребята ваши быстрые очень. Мы немножко за ними не успевали, но они помоложе. Но все равно было очень здорово. И мы с ребятами разговаривали, они очень довольны. И я думаю, что таких матчей надо побольше. Ну и ждем ответный визит. Если пригласят, с удовольствием приедем. Самое главное, знаете, как есть желание, есть понимание, правильное понимание игры. Это не просто бей-беги, а люди понимают, куда, зачем все свои движения. Поэтому, ну, это радует. Мы очень много ездим по России. Поверьте, были во всех уголках. Эмоции от игры зашкаливали. Окружные спортсмены хоть и проиграли, но все же успели забить ворота противника шесть шайб. Конечно, есть сознание. Особенно, когда смотришь сюда и понимаешь, что, блин, вот этот уровень. Сыграть с легендами, это все-таки, не знаю, это очень многого стоит. Там у них один дух даже без игры как бы преобладает гораздо. На них смотришь и восхищаешься их игрой, как бы их техникой. Там серьезно. Но олимпийские чемпионы, там этим сказано многое. А по поводу игры, да, как бы, ну, сложновато с ними играть, мягко говоря. После игры на поле спешит губернатор округа Юрий Бездудный. Молодцы, сыграли хорошо. Спасибо вам. Тренируемся и зовем легенд к нам в гости. Было бы обидно, если бы легенды проиграли. Поэтому будем считать, что это такая небольшая фора. Мы хотели бы отыграться теперь. Поэтому посмотрим, как они сыграют на нашем льду. Поэтому, конечно, пригласим легенд хоккея. Добавлю. Товарищеский матч состоялся в поддержку спортсмена Александра Терентьева по инициативе губернатора Ненецкого округа Юрия Бездудного. Наталья Дуркина, Алина Ваучейская, Ольга Павловская, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова